Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о важном мероприятии ухода за хвойными растениями, о защите их от вредителей. Многие садоводы увлечены, может быть, слишком увлечены, много сил это отнимает работой в плодовом саду и в огороде. Однако хвойные растения, которые, казалось бы, растут и растут себе, что им сделается, также на наших участках требуют пристального внимания. Среди вредителей хвойных растений нередко можно встретить щитовку различных гусениц, но сегодня я расскажу вам о таком опасном вредителе, в частности сосны, который называется хермес. Хермес, по сути, является разновидностью тлей, который прикрывается таким капюшоном особым из волосков, для того, чтобы защититься от атак различных энтомофагов, в том числе божьей коровки. Дело в том, что обыкновенные тли, ну не совсем обыкновенные, но те, которые нам привычны по внешнему виду, также атакуют хвойные растения не в меньшей степени, чем яблони, груши, сливы, вишни и другие садовые растения. Однако хвойные имеют такое интересное свойство, но в ответ на атаку тлей они выпускают большое количество эфирных масел, благодаря чему божьи коровки слетаются сюда и эффективно уничтожают вредителя. Что такое эффективно? Эффективно это значит до порогов, которые уже не мешают жить. Энтомофаги никогда не уничтожат, божьи коровки не уничтожат тлей полностью, но они вполне способны снизить их количество до тех пороговых уровней, когда в частности экономический эффект от их вреда, от их наличия уже не будет наблюдаться. Поэтому вот этот хермис, вот эта разновидность, она приобрела вот такую устойчивость к атакам божьей коровки, ее личинок, и, соответственно, является гораздо более вредоносной, чем обыкновенные тли. Как же выглядит хермис? Видов хермиса есть несколько, он не один единственный. И чисто внешне они выглядят очень по-разному. Кроме того, различные стадии развития хермиса, самки, самцы, личинки, которые повреждают стволики, которые повреждают хвоинки, которые в разное время появляются и по-разному вредят, они имеют чисто внешне такие разные проявления. Однако же по наличию вот этого пушка вы всегда определите, что вас атаковал, ваше растение атаковал этот самый хермис. Пушком также обладает такое опасное заболевание хвойных, как шутте. Это не вредитель, это болезнь. Но при поражении растений шутте хвоинки обязательно приобретают рыжий цвет. Кроме того, на них появляется такая черная исчерченность. Это гриб таким образом действует. А вот в случае хермиса такого явления не наблюдается. Для того, чтобы избавиться от хермиса, поскольку сосна и другие ели, другие растения хвойные не являются пищевыми, если только вы не используете их в качестве лекарственного растения, не собираете почки, но и то в более поздний период можно проводить обработки, здесь можно поработать более тяжелыми препаратами, нежели чем на пищевых растениях. Хермис, как щитовка, является достаточно трудно искоренимым для препаратов контактно-кишечного действия. Поэтому в помощь приходят препараты системного действия, неоникотиноиды, такие как октара, такие как прочие препараты, в состав которых ходят неоникотиноидные действующие вещества. Конечно, можно попробовать поработать также и перитроидными препаратами, интавир, карате, их много разных. Можно даже попробовать поработать авермектинами, но они хороши в большей степени, когда хермис только-только появился. Чтобы уловить эту стадию, вам необходимо буквально каждые 3-4 дня, особенно когда высокие температуры, теплые, 25 градусов даже, ну 22-25 осматривать ваши растения. Это хлопотно, как правило. Хермиса мы замечаем тогда, когда он уже вовсю бушует. Поэтому старайтесь выполнять подобного рода мероприятия защитные, обрабатывайте системными препаратами типа октары и другими, для того, чтобы избавить ваши растения от этой напасти. Одновременно вы также можете уничтожить гусеницы, а также провести мероприятия по профилактике их появления. Гусеницы обычно появляются ближе к середине лета, уже так визуально хорошо видны, объедают вот эти хвоинки. И также вы поможете растениям справиться со щитовкой и другими трудно и более легко искореняемыми вредителями. Наблюдайте за своими хвойными растениями, отслеживайте развитие там этих вредителей, для того, чтобы своевременно их уничтожать, и для того, чтобы хвойные растения, а ведь это многолетние, долголетние насаждения, которые радуют нас и зимой, и летом, и полный год, чтобы они действительно поражали вас своей красотой, и выделяли эфирные масла, полезные для здоровья, не только для привлечения Божьей коровки, но также и для того, чтобы оздоровить вас, вашу семью, и оздоровить воздух вокруг вашей дачи или дома. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, наш небольшой экскурс в мир вредителей хвойных растений поможет вам легко справляться и легко узнавать все эти напасти. Подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы не пропустить важное. Всего хорошего!